Документальный фильм чувашского режиссера Алекса Плата, запечатленный временем, признан лучшим в этой номинации сразу на двух региональных кинофестивалях – в Надыме и Майкопе. Он был снят к 75-летию победы в Великой Отечественной войне и построен на воспоминаниях людей, живших в годы войны. Сожженные деревни и города, бесконечные бомбежки, расстрел мирного населения, блокадный Ленинград и ужасы концлагерей – все это устами людей, которые прошли войну. Я очень маленькая была, запомнила, очень тяжело было. Все герои фильма – жители Чувашии. От их имени ведут рассказ об ужасах войны и перенесенных страданиях обычной школьники. Главному герою фильма Александру Баргану 13 лет. Это его вторая работа в кино. По мнению Александра, именно в таких фильмах особенно остро нуждается подрастающее поколение. Подрастающее поколение думает, что война – это компьютерные игры. Но если боль лишь углубляться, то война – это когда людям нечего есть, негде жить. Когда мне первый раз дали почитать сценарий, меня переполняли чувства. Я не думала, что страдания были в таких огромных масштабах. Съемки документального фильма «Запечатленные временем» проходили в деревне Большие Котяки Чебоксарского района и в Новочебоксарске с декабря 2018 года по май 2019. Автор сценария и режиссер – Алекс Плат. Больше всего мне запомнилась история про мальчика, которому было меньше трех лет. К нему зашли в дом и буквально истребили всех жителей его семьи. Но мальчик не сдавался и шел вперед, искал своего отца. Для меня эти истории очень близки, потому что я тоже потеряла своих прадедов и прабабушек. Пронзительный и глубокий фильм о времени, судьбе своей и целой страны. Это тот самый случай, когда о патриотизме говорить не надо. О нем все сказано в картине молодого режиссера. Ольга Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика.